Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Ну и чего добилось христианство за две тысячи лет? Хороший вопрос. Не так давно святейший патриарх Кирилл, говоря о пути, двухтысячелетнем пути христианства, заметил, что для современников, да и для тех, кто впоследствии слышал евангельскую историю, апостолы во главе со своим учителем могут показаться лузерами, неудачниками. Ничего не получилось. Здесь три с половиной года активной проповеди, чудес, всякого рода утешений, которые доставлялись народу, привели к трагической развязке. Все, кажется, было совсем не так, как развертывается успешный проект, успешный процесс, если бы не воскресение Христово, если бы не победа над смертью, явленная воскресшим Господом, если бы не вера учеников Его, подкрепленная и видением, и общением с воскресшим Господом, и принятием благодати Святого Духа на Пятидесятницу. И две тысячи лет христианства исполнены славой Божьей и подтверждением истинности всего того, что даровал Бог миру в Личности Иисуса Христа, в Своем Боговоплощении, в том служении Церкви, которое завершается эти тысячелетия. Сонмы святых, миллионы почивших в вере и надежде воскресения. Спасшиеся люди нам неведомы числом, по свидетельству апокалипсиса, их великое множество. И от того, что не все примкнули к числу спасающихся, ничуть не меркнет сила света и радости тех, кто исполняют Богом положенное предназначение и используют земную жизнь для стяжания жизни вечной. Несомненно, христианство сейчас, изгоняемое из высшего света, да и из народного сознания на Западе, совершает свое историческое служение, которое переводит временное в вечное, видимое в невидимое, и души человеческие к сонму ангельскому припровождает. Этому посвящена наша церковная жизнь, которая продолжается во всей полноте, и не только тогда, когда Церковь находится в мире, вне лютых гонений, но и тогда, когда гонения мира обрушиваются на нее со всей демонической жестокостью, тогда, как, например, в прошлом веке, в нашем Отечестве, тем ярче сияют новомученики, тем слава Божия очевиднее в непобедимых, несокрушимых исповедниках, которые доказывают то, что им и жизнь Христос, и смерть приобретения, и кровью мучеников Церковь утверждается, и нынешняя сила и красота русской Церкви, особенно осязаемая в связи с мирными временами, наступившими в нашем Отечестве, с отсутствием гонений на Церковь, во многом обеспечивается ее нынешняя красота и сила теми исповедниками, теми сонмами мучеников, которых дала наша Родина в минувшее десятилетие кровавых гонений. Сегодня непросто свершаются дела миссии, сегодня образование отчуждено от духовных скреп, соединяющих нас с нашими духовными силами, с теми источниками благодати, которые в нашем Отечестве Церквью хранимы и сохраняются во многом жизнью священно-начале, священников, священнослужителей, благочестивых мирян. очень трудно вне образовательного пространства увидеть молодежь, которая восприняла бы в своем большинстве эти духовные традиции, эту нашу православную культуру. Это главная трудность нашего времени, но стоит задача перед всеми нами эту проблему преодолевать и Слово Божие доносить до современника юного с тем, чтобы ему иметь возможность определиться, ибо все это ведь потенциально христиане, всякая душа по природе христианка, но лишена во многом в наше время этого слова проповеди, как узнать без проповедующего, коль красны ноги благовествующего мир, благовествующего спасения. Так что говорить о том, что христианство не состоялось или потеряло свою силу, никак нельзя. Замечать, как приумножаются по мере приближения к последним временам силы зла и противления церкви, и противления православию мы обязаны для того, чтобы самим бодрствовать и трезвиться, самим беречь то, что имеем, внимая ангелу, ангелам апокалипсиса и понимая, что последние времена будут еще более горькими и тягостными, приближающие нас к царству антихриста, к мрачному и богохульному, но церковь остается исповедницей имени Христова, его божества, церковь остается связующей силой для каждой души, возлюбившей пришествие Господне, для восшествия на небо, для спасения вечности, так что достижения церкви и христианства двухтысячелетнего очевидны и никуда и никто и никогда их не отменит вплоть до последнего мгновения человеческого существования будет она продолжать служить при общении к Богу тех, кто этого возжелает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok